Мама, а можно вот эту? Вот это нам подходит. Хорошо. Маленькая Алисе 6 лет. Каждые 3 месяца она вместе с мамой Татьяной отправляется в магазин, чтобы выбрать себе новую зубную щетку и пасту. Начиная с 2 лет, девочка самостоятельно ухаживает за своими зубами. До этого, конечно, мы вместе с ней, то есть в игровой форме, потому что ребятишкам нужно объяснить и показать, что это, как пользоваться и чистить правильно зубки. Там маленькие щеточки, и чистили вместе с ней зубки. Потом она приучилась, и сейчас без помощи родителей самостоятельно, каждое утро, каждый вечер чистить зубки. Но далеко не всем родителям так повезло. Ни для кого не секрет, что дети не любят чистить зубы. А виноваты они же мамы и папы, которые вовремя не начали приучать ребенка к гигиене ротовой полости. А ведь уделять этому самое пристальное внимание нужно еще до появления первых зубов, практически с рождения. Когда появился малыш, и уже, в принципе, нужно начинать гигиену, да, соблюдать. И в том числе и за полостью рта. Поэтому десна мама обрабатывает. Специально можно это, можно специальные салфеточки, которые продаются в аптеках, да. Или просто марлечку смачивают теплой водичкой и обрабатывают. С появлением первых зубок родителям следует обзавести щеткой и пастой для самых маленьких. И чистить зубы сначала вместе, приучая ребенка делать это самостоятельно. Для детей до трех лет рекомендуется паста без фтора с нейтральным вкусом. А трех лет и старше фтор допускается. Но в минимальных количествах молочные зубы имеют слабую эмаль. С четырех до шести лет ребенок уже может попробовать следить за зубами самостоятельно. Но родительский контроль и помощь в таком возрасте все еще необходимы. Главное, чтобы мама и папа сами знали, как правильно это делать. Здесь такие вот выметающие движения от красного, белого, от десны в зубу. Выметающие движения. Начинают появляться моляры, это четвертые, пятые зубы. Там уже они только на уровне десны. Тогда я как бы говорю, чтобы такими круговыми движениями прочищали. Когда зубы моляры вырастают, то чистить их следует такими же выметающими движениями. Иначе полностью избавиться от налета не получится. Не нужно забывать и про жевательные поверхности. Проверить, насколько эффективно ребенок чистит зубы, можно при помощи вот такого препарата, появившегося в продаже примерно год назад. Таблетка окрасит оставшийся на зубах налет в яркий цвет и поможет выявить проблемные зоны, на которые стоит обратить особое внимание. Как только ребенок научится сплевывать, ему можно приобрести детский ополаскиватель для рта. Главное, чтобы он не содержал спирта. В возрасте до 8 лет нужно помогать ребенку прочищать и межзубные промежутки с лициальной нитью. Школьный возраст, сколько раз до 6 лет, затем уже школьный возраст, когда уже дети такие самостоятельные, уже начинают появляться постоянные зубы, смена идет, прикуса. Здесь, конечно, я рекомендую щеточку такую вот, щетинки такие крест-накрест идут. Такая щеточка лучше прочищает зубы, потому что один зуб есть, другой только начинает появляться. Налеты бактерий скапливаются и на языке, и щеках, так что вместе с чисткой зубов приучайте малыша обращать внимание и на них. Эти правила вкупе с регулярным осмотром у стоматолога обеспечат вашему чаду здоровую и красивую улыбку.